Андрей Козенко Андрей Дмитриевич, начнем вот с события почти исторического, деятельным участником, которого в свое время были вы. Сегодня феодосийцы, не только феодосийцы, здесь в Крыму жители полуострова отмечают 10-ю годовщину тогда нашумевшего антинатовского пикета, который был организован жителями полуострова тогда близ территории вот того самого феодосийского торгового порта. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось и вот, собственно говоря, чем закончилось. Такой, знаете, всенародный подъем, потому что тогда единолично президентом Ющенко было принято решение о проведении учений натовских на территории Автономной Республики Крым. И, в общем-то, все события, связанные с присутствием общественности возле феодосийского порта, они связаны были с тем, что зашел военный корабль, разгрузил контейнеры, контейнеры с непонятным содержанием. Где-то написано было по-английски «взрывоопасно», где-то «химические вещества». И, естественно, что нам абсолютно неприемлемо было проведение каких-то учений с Северо-Аллицейским альянсом, учения, которые ставили бы под сомнение авторитеты Черноморского флота Российской Федерации. Мы всегда говорили, что Крым — это очень серьезная база Черноморского флота, гарант мира и стабильности. И вот крымчане посчитали, что наличие войск НАТО — это фактор дестабилизации. И вот я просто помню, что события, они начались с 27 мая, продолжились, они завершились 21 июня, фактически продолжались 26 дней. А ведь привезли не только груз, как оказалось, из строительных материалов, и выяснилось, что все-таки планировали возвести некий объект в Старом Крыму, объект НАТОвский. То есть одно дело — учение, на которое настроено руководство страны. По идее, что здесь плохого? Совместное учение, независимость? 150 морпехов США, и, естественно, крымчане не собирались с этим мириться. Но там по факту уже учение не касалось суть проблемы. Абсолютно. Просто Североатлантический альянс хотел закрепиться в Крыму. Вот и все. То есть это была такая геополитическая борьба на фоне того, что стал президентом Ющенко. Мы помним, как он стал президентом на третьем туре выборов, что в принципе было не в соответствии с действующим законодательством. И вот эта вся протестная волна, протестное настроение, она как раз-таки подогревалась еще стремлением, таким необузным стремлением вступить в НАТО. Вот, поэтому... Но опять же, это же стремление было руководством страны, которое не поддерживалось большинством народонаселия. Конечно. Поэтому очень важно, что вот крымская общественность буквально с первых дней встали. Независимо от политической принадлежности, независимо от региона проживания, каждый день проводились мероприятия. И вот настолько активно, что даже ни у кого сомнений не возникало, что мы делаем правильно, что мы делаем все абсолютно логично, что мы требуем абсолютно законно показать, что в контейнерах. И вообще в принципе... Ну а что там в контейнерах было? Вы же видели. А в контейнерах были вот в том числе и строительные материалы, которые хотели использовать для строительства стационарных объектов в Старом Крыму. Вот. Поэтому принимали участие тогда, я помню, и народные депутаты, и депутаты Феодосийского городского совета, очень активную роль сыграли. Причем представители разных политических сил. Абсолютно разных политических сил. Вот. И, собственно, в годовщину мы так и проводим митинг без партийных флагов, без партийной символики. А конкретно говорим о том, что мы как были против НАТО, так и, в общем-то, остаемся сторонниками, естественно, своих вооруженных сил, как самых авторитетных вообще, в принципе, во всем мире. Какие последствия этот пикет имел? Ну, самые серьезные последствия. Потому что после того, как общественность добилась того, что морпехи свернулись, загрузились контейнеры, и вот этот, собственно, сухогруз, он назывался Advantage, он, в общем-то, ушел из территориальных вод. Ну, безусловно, это была победа. Это была определенная победа. То есть вы им не позволили выгрузиться и закрепиться? Нет, они выгрузились в Феодосийском порту. Все контейнеры были загружены и увезены. Самое важное, что это была, знаете, такая крымская победа над вот таким решением, волонтаристским решением тогдашнего президента. Крым не выбирал этого президента, и поэтому с точки зрения геополитики очень было важно показать, что крымчане сегодня живут вместе с Россией, крымчане сегодня поддерживают Черноморский флот Российской Федерации, и то, что сегодня, спустя 10 лет, сегодня Россия имеет самые сильные фактически вооруженные силы во всем мире, но это подтверждают очень многие. Буквально недавно главнокомандующий Североатлантическим альянсом в Европе заявил о том, что Путин создал самую сильную армию в мире. Подтверждение этому масса. Даже последние события в Сирии говорят о том, что у нас очень серьезное превосходство по танкам, очень серьезное превосходство по тактике. И это только то, что мы знаем. Ну, безусловно. Андрей Дмитриевич, то, что доступно общественности. Ну, вот вы, когда отвечали на предыдущие вопросы, сказали о том, что в годовщину вот этого самого антинатовского пикета регулярно после этого русская община Крыма, одним из руководителей, которого вы являлись, проводил множество для молодежи, в первую очередь, мероприятий. Вот скажите, опять же, сейчас вроде когда все в порядке и все спокойно. Есть вот такой соблазн, да, положиться на защищенность государства. Тогда крымчане все-таки в 2006 году были мобилизованы вот этой конфронтацией с официальным Киевом. Сейчас, не дай бог, есть ли что, молодежь, в частности, крымская, она готова на такой гражданский подвиг? Безусловно, готова. У нас же есть очень такой, знаете, очень яркий, хороший пример, это референдум 2014 года. Сегодня крымская молодежь самая активная, политически грамотная, образованная и готова к самым серьезным действиям и противостояниям. Противостояниям, попыткам, знаете, оскорбления, унижения нашей истории, нашего государства, нашего президента. Поэтому, безусловно, нужно с молодежью проводить лагеря, вот такие военно-патриотические зорницы, показывать, что такое сегодня российская армия, какое материально-техническое обеспечение. То, что у нас сегодня, в принципе, молодежь готова идти в вооруженные силы Российской Федерации, это уже говорит о многом. Помните, как в период прошлой нашей жизни все готовы там были, ну, что там, взятку дашь, в армию не идешь. А сегодня очередь стоит, и все хотят идти в армию, потому что авторитетные вооруженные силы. Поэтому, что касается молодежи, у меня, например, сомнений не возникает, что самый трудный момент, это именно те люди, которые поддержат наше государство, поддержат нашего президента. Проводится вот еще, что очень важно сказать, что вот в этот период как раз начался проводить молодежный лагерь Донузлав, который проводился ежегодно, вот как такая образовательная атинатовская площадка. И вот то, что такие мероприятия нужны и сегодня, сомнений не возникают. Нужно рассказывать, чем сегодня занимается Североатлантический Альянс, какой агрессии по отношению к каким странам, потому что всегда, вот куда не заходит армия натовская, это выжженная земля, это Ирак, это Афганистан, очень много примеров можно приводить. Начиналось с Югославии. Да, начиналось с Югославии, очень много примеров можно приводить, что такое, миротворческая миссия стран НАТО. Поэтому, вот и что такое, когда российские войска включаются в работу, например, Сирии. Поэтому сегодня очень важно, что вот у молодежи формируется такое понимание, такой здоровый патриотизм. Это очень правильно. Не случайно, вот говоря о Феодосии, мы как бы подразумеваем то ключевое место, которое этот город занимает в системе безопасности. Недавний скандал вокруг пляжа в Курортном. Под Феодосией это как бы в известной степени тоже определенный вызов. И, с одной стороны, туристической репутации Крыма, а с другой стороны, по большому счету, всей системе безопасности. Потому что, когда директор отдельно взятого предприятия решает, кому можно идти куда-то, а кому нельзя, это уже вызов системе. Вот вы участвовали в сносе вот этих незаконных ограждений вокруг пляжа. Сейчас там как ситуация разворачивается? Значит, я можно сразу отметить, хочу, что в Феодосии сосредоточено очень серьезное предприятие оборонно-промышленного комплекса. И то, что сегодня они должны восстанавливаться, у меня, например, сомнений не возникает. Но то, что Феодосия это еще и курортный регион, то, что Феодосия это самый ближайший регион от Керчи, да, люди к нам приезжают очень много через паромную переправу отдыхать. И, конечно же, они прибывают в том числе и в курортный поселок, где буквально недавно мы проводили мероприятие по организации доступа на пляж. Людям, которые, собственно, проживают в курортном, которые приехали туда отдохнуть. Абсолютно неприемлемая ситуация, когда собственники вот этого пансионата, называется он Крымское Приморье, закрыли доступ к морю людям. Фактически проход закрыли. Говорят, что нужно обходить там, а обходить действительно очень далеко. Очень плохая дорога, крайне непроходимая. Даже мне там сложно было пройти, потому что прошел ливень, очень большие лужи. Не говоря уже о людях с ограниченными возможностями или о мамочках с колясками. Знаете, что Феодосийский городской совет долго уговаривал этих предпринимателей организовать доступ. В итоге никакие уговоры не возымели действия и пришлось Феодосийским депутатам отменять право пользования на земельный участок. Но это было в границах их полномочий? Это было абсолютно в границах полномочий, да. Даже на это собственник не отреагировал никак. Основываясь на том, что он имеет договор аренды, он продолжал держать закрытыми ворот и не пускать людей. Конечно же, это абсолютно возмутительная ситуация, когда мало того, что на пляж не пускают, еще и огражают отключить канализацию. Видите, вот этот собственник, он еще и здесь король местной канализации. Поэтому пришлось лично приехать на грузовике, пришлось лично сдернуть эти ворота. Ну, знаете как, здесь уже если уговоры не имеют никакого действия, нужно принимать какую-то физическую силу. Например, в своих действиях я абсолютно уверен, что они были законные. Законные с точки зрения того, что собственник обязан, а собственник обязан был организовать доступ. Он должен был, у него был сервитут. Поэтому, вот то, что мы сделали, это абсолютно правильно было. Но, буквально через несколько часов, уже ближе к обеду, опять загородили проход, поставили бетонные блоки. И вот эта ситуация, она оказалась на выходные дни подвешена. Буквально за эту неделю мы проводим оперативное совещание, приглашаем всех, правоохранительные органы. Создана рабочая группа по урегулированию данной ситуации. Уверен, что в ближайшее время мы этот проход откроем. Но, если бы это была единичная проблема, у нас очень серьезные проблемы по доступу к морю и в Утесе, и в Оливе, и в Гаспре, и в Портените. Причем, например, в Утесе очень такая, знаете, ситуация вообще из ряда вон выходящая. Единственный магазин находится на территории санатория. Вот людям, чтобы пойти в магазин, они должны заплатить за проход 50 рублей. Для того, чтобы купить билет на автобус, они должны зайти на территорию санатория, но заплатить уже 100 рублей. Окей, можете себе представить настроение людей, которые проживают в этой территории. Всю жизнь, значит, были открыты эти санатории, а сейчас вдруг стали закрыты. Это что такое вообще? Это какое отношение к людям, это какое отношение к действующей российской власти? Поэтому в этом смысле нужно наводить порядок, достаточно оперативно. Ни о каком платном входе для жителей и гостей Крыма через эти санатории и речи быть не должно. Спасибо большое, Андрей Дмитриевич, за ваше боевое настроение, за комментарии. Удачи в работе. Всех благ. Спасибо большое. Ну а мы не прощаемся с вами, увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова